На мой взгляд, достижение справедливости и правосудия сейчас гораздо более возможно через такие инструменты, как универсальная юрисдикция. Поэтому обязательно стоит это использовать. Это очень небыстрый и трудный процесс, но это огромный вклад в наше будущее достижение справедливости в Беларуси. Мне не показали никаких документов, мне не сказали на основании, чего меня задерживают. Вот они просто втроем подошли, заломали мне руки, протащили к машине, усадили на заднее сидение, двое сели по бокам от меня, один сел за руль. Вот, то есть даже в машине, то есть они мне держали руки, не давали поднять голову, несколько ударов мне пришлось в лицо, в нос. Били дубинками по пояснице, били по бокам, ногами, то есть, ну это понятно, это военная обувь тяжелая, это было больно, это было очень неприятно. Вот, на спине потом были вот эти вот рубцы, ну от дубинок синие. Я пытался какие-то вопросы задавать, то есть, ну за что, почему, что я сделал не так, да? Вот, на что один из них меня поднял, опять же, за волосы и сказал, что хорошего ты сделал для своей страны. Вот, ну и опять же, мне полетел удар в лицо и все, и это все продолжилось дальше. Звонок от него поступил в 22.22. И связь была очень плохая, я услышала ква-ква-ква, автозак, ква-ква-ква, и связь оборвалась. Я поняла, что ребенка задержали. Начала искать ребенка в РУВД, минут 40 я ждала, потом опять начала истерить, сколько мне еще ждать, ну в итоге меня впустили в РУВД. Я сразу по походке, по одежде, которая была вся грязная, измазанная, вот, потому как он шел весь скрюченный, я поняла, что его били. Первое, что я спросила у ребенка, сын, тебя били, он сказал, да. Нас завели в кабинеты к инспектору по делам несовершеннолетних, туда выскочил наш участковый и начал при мне бить ребенка. Я это воспринимаю как бить, то есть он его схватил за шкварки, да, вот так, за грудь, пошевырнул его на стену. Он ему, он ему говорит, разверни спину, типа лицом к стене, да, а он после побоев, он не понимает, вот, и он начинает ему выворачивать шею, он начинает его хлопать руками, кулаками, по шее, по лицу, по туловищу, везде. Для меня это было шоком, первое, что я сделала, я встала между ним и ребенком, и я начала кричать. Не смей трогать моего ребенка, ну ты мужик, ну ударь меня, ну ты мужик. У него от психов вот эти желваки на лице, как стали ходить за ходуном. Но перестал бить меня, то есть меня не ударил, да, то есть перестал бить ребенка. Где-то около трех часов ночи мы пришли домой, сын переступил порог, его сразу вырвало. А мы вызвали скорую, скорая зафиксировала закрытую черепно-мозговую травму. 13 августа нас вызвали с сыном в милицию. В тот день нас опять запрашивали, и был составлен протокол у нас сына об административном правонарушении по ст. 23.34. С протоколом мы не согласились. Соответственно, мы идем, пишем заявление в прокуратуру. Рапортное соответствие действительности. В заявлении просим сделать биллинги. Просим видеозаписи с ближайших домов на момент задержания сына. Нам приходит либо отписка, либо вообще ничего. Плюс мы еще написали заявление на участкового в прокуратуру, который при мне бил сына. Ребенку дали штраф, 10 базовых. Мы подали на обжалование в Борисовский суд. Борисовский суд рассмотрел 13 ноября наше заявление. Осталось все без изменения. Мне позвонил знакомый со следственного комитета и сказал одно слово «бегите». И когда мы уже уехали с сыном, уже потом приехал и к нам муж с дочкой, уже потом нам пришла информация, что на нашу семью 5 уголовных дел. Когда ребенка признали виновным, 22 октября, 26-го нам пришла бумажечка, что милиционеры не подлежат даже административному наказанию. То есть ребенок виноват сам. То есть закрыли уголовное дело. И после того, как его закрыли, мне отдали все документы, чтобы вы видели. В итоге у нас две таких приличных папки. Все дело их, все то, что я насобирала, и все это нужно было вывести. Они были в шоке от того, что вы себя так нагло вели. Даже адвокат наша говорила. И они просто, ну, они такого не ожидали. И они не знали, кто вы. А может, вы там дочь какого-нибудь начальника милиции Борисовской. Я всегда говорю, блин, люди, ну не бойтесь, пожалуйста, они вас не съедят. Ну, блин, ну дадут в лицо. Ну, ну хорошо, да, как у меня сын сказал. Любой синяк, он заживет. Оскорбления и унижения, которые ты проходишь, они через тебя вот тяжело. Вот они вот там тебя накапливаются, и ты там теряешь там какую-то свою самооценку. Вот. С этим можно бороться. Мы, в принципе, точно так же, как и в Беларуси боролись, так и здесь решили продолжить. Понимали, что в Украине податься по универсальной юрисдикции нет возможности, потому что там такого нет. Поэтому мы поехали сюда. Конечно, мы хотели изначально в Германию, но с Германией не получилось, визу мы не получили, поэтому мы ехали сюда. Здесь мы уже подали документы по универсальной юрисдикции. Был допрос в криминальной полиции меня. Уже 15 декабря допрашивали в суде сына. Могу сказать, что сын признан потерпевшим в этом всем деле. Ждем следствия, ждем каких-то результатов. Раз ребенок признан потерпевшим, есть масса фамилий, эти люди будут вызваны на допрос. Понятно, что на допрос они сюда не приедут. Так как они откажутся это сделать, их внесут в Интерполы. То есть им, кроме как в Россию и в Беларуси находиться, они больше никуда не смогут выехать, потому что будут задержаны. Могу сказать, что он первый несовершеннолетний ребенок, который подался по универсальной юрисдикции. Поэтому надеемся, что все будет отлично. И в любом случае они будут наказаны. Международная уголовная универсальная юрисдикция – это такие уголовные дела, которые рассматриваются в других странах. То есть преступление совершено в одной стране, а само расследование этого преступления происходит в другой стране. Есть ряд преступлений, которые под это подходят. То есть не каждое уголовное преступление вообще может рассматриваться по принципу универсальной юрисдикции. Вот пострадал сын, да, лет через 5-10-20. Если бы я этого всего не делала, он бы мне сказал, а что ты струсила, да, ты побоялась. Я не хочу, чтобы мне ребенок такое сказал. Я не боюсь. Он верит в меня. Он знает, что есть человек, который за него может заступиться. Вот состояние ребенка, конечно, у нас лучше не стало, скажем так. У нас продолжаются головные боли, у нас трясутся руки. У ребенка периодически бывает светозвукобоязнь. То есть есть такие моменты, когда он просто закрывается в комнате, выключает свет, закрывает окна и просто сидит. А мы дома не кричим, громко не разговариваем, потому что ему от этого плохо. Надеемся здесь в скором будущем пройти обследование, обратиться тоже к специалистам, которые назначат нам какое-то лечение, потому что уже прошло полтора года, и лучше нам не становится. Не скажу, что прям совсем худо, но и лучше тоже не становится. Под универсальную юрисдикцию подпадает преступление, которое называется «преступление против человечности». И это преступления, которые совершены против жизни, и они носят массовый характер. И из разных источников можно такой список сформировать. Это, безусловно, конечно же, пытки, насильственные исчезновения, насильственные перемещения, апартеид, различные жестокие действия в отношении гражданского населения, когда особенно мы, допустим, говорим про введение военных действий. Ну и там достаточно широкий этот перечень, который, в принципе, не является закрытым, потому что заканчивается он примерно такой фразой и другие бесчеловечные действия, которые направлены на то, чтобы совершить физическое насилие над человеком, либо психологическое страдание принести человеку. Первичное, что необходимо собирать, это какие-то документы, исходящие от государственных органов Беларуси. К примеру, какие-либо повестки, различные протоколы. То есть это то, что касается административного или уголовного процесса. А второе, все-таки медицинские документы, потому что, вот как я сказала, это все-таки преступления, которые имеют воздействие на физическое или морально-психологическое здоровье человека. И если есть какие-то медицинские освидетельствования, я понимаю, что с этим, конечно, тяжело, то либо в Беларуси сделать это освидетельствование, либо в какой-либо другой стране, особенно если, к примеру, заниматься психологической или психиатрической, получать помощь, достаточно часто такие специалисты могут дать заключение. То есть первое – это правовые документы, второе – это медицинские документы. Ну и третье – любые доказательства, фото, видео, фиксация произошедшего. Это тоже немало, потому что дела по универсальной юрисдикции, они в том числе, ну скажем так, предназначены для того, чтобы фиксировать эти преступления. И понятное дело, что не все могут быть из них раскрыты на территории другого государства, но когда все изменится, это, по крайней мере, зафиксированы уже факты, которые лягут в основу других уголовных дел в Новой Беларуси. Конечно, рекомендуется либо с какой-то профессиональной правовой помощью при помощи адвоката, либо можно даже в поводу того, что обратиться к нам, к представителю по правовым вопросам в офисе села Антихановской, и мы оказываем поддержку, либо перенаправляем контакты, либо помогаем подготовить эти дела к подаче. Если мы говорим про Литву, все довольно-таки просто, можно даже на e-mail адрес написать прокуратуре, свое заявление отправить, и оно будет рассмотрено. Другие страны, конечно, принимают по-другому документы, поэтому тут нету какой-то универсальной схемы, по которой можно это сделать. Нужно ориентироваться на ту страну, где человек находится. Все зависит от конкретного дела. К примеру, мы знаем дела, где потерпевший достоверно знает человека, который совершал над ним пытки, и у него есть какие-то доказательства, в том числе свидетельские и так далее. Вот в данном случае, я думаю, что есть высокая вероятность закончить это дело даже без присутствия лица, который эти пытки совершал. Включение данных лиц в международный уголовный розыск Интерпола, такая, наверное, цель максимума, для того, чтобы в режиме было представление о том, что эти преступления, они не забыты, и они не будут просто перевернуты страницей в нашей истории. История знает такие дела, когда были завершены уголовные дела, вплоть до того, что даже через десятки лет человек приезжал в страну, где это дело было по универсальной юрисдикции, был арестован и находятся в тюрьме. Подавать заявление на возбуждение дела по универсальной юрисдикции, в принципе, для белорусов это сейчас одна из немногих возможностей использования, во-первых, международных инструментов паровой защиты. И вообще, в принципе, уголовного процесса, который, к сожалению, действует не на территории Беларуси, а на территории других стран, но именно достижение какого-то уголовного правосудия, сейчас это возможно только через дела по универсальной юрисдикции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова